Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами претерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем восьмую главу книги пророка Захарии. В этой главе устами пророка Господь обещает восстановить Иерусалим. Иерусалим, Господь отстроит столицу, и Иерусалим станет местом поклонения истинному Богу, куда будут стекаться народы всей земли. «Было ко мне слово Господа сил. Так говорит Господь сил. Крепко возревновал я о Сионе, моя ревность о нем пылает, как огонь». Здесь мы видим образ ревности, точно так же, как человеческая ревность – это некий огонь, пожирающий душу, сердце. Также здесь это образ горячей любви, которая оборачивается яростью и гневом, когда возникают какие-то соперники, когда народ оказывается неверным, когда у народа появляются враги. И поэтому та ревность и тот гнев, который изливает Бог на свой народ, в действительности является подтверждением того, что Господь остается верен своему завету, и народ ему по-прежнему дорог. Поэтому этот замечательный образ этой ревности, которая – знак искренней и вечной любви. «Так говорит Господь. Я вернусь на Сион и буду жить в Иерусалиме. Иерусалим назовут городом истины или городом верности. И гора Господа сил назовется Святую Горою». Здесь очень важный образ. Господь вернется на Сион, храм будет отстроен, и он станет местом пребывания божественной славы, он навсегда останется в Иерусалиме, он поселится в нем уже на веки вечные. И те новые имена, которые получает и город, и гора Сион, означает то, что завет будет обновлен. «Так говорит Господь сил. Снова старики и старушки безмятежно будут сидеть на улицах Иерусалима со старческой тростью в руках. Улицы города наполнятся мальчиками и девочками, играющими там. Этот замечательный образ, одновременно поэтический и пророческий, образ благостояния и мира. Иерусалим станет городом процветания, и старики безмятежно будут наслаждаться последними днями своей жизни, и даже те, кто не может ходить без помощи палочки, будут отдыхать. И город наполнится ликованием играющих детей. Таким образом, все поколения выражают идею вот этого благостояния, полноты и мира. «Так говорит Господь сил. Если это показалось бы в те мрачные дни удивительным для оставшихся в живых, то должно ли это быть невозможным и для меня», — возвещает Господь сил. Замечательный образ. Когда мы говорим Богу, это слишком прекрасно, чтобы быть правдой, это слишком удивительно, это невозможно, то нужно всегда помнить, для Бога ничего невозможного нет. Вот о чем здесь говорит Господь. «Если в те мрачные дни, в дни отчаяния, смерти, тебе казалось это слишком прекрасным, вот оно сбудется». «Так говорит Господь сил. Я вызволю мой народ из восточных и западных стран. Я верну их, чтобы им жить в Иерусалиме. Они будут моим народом, а я буду их Богом, верным и праведным». Здесь, в книге пророка Захарии, мы видим те образы, которые затем мы увидим в книге «Откровения Иоанна Богослова», в последней книге Нового Завета. Тот же образ пребывания Бога посреди своего народа. Мы будем Его народом, Он будет нашим Богом. И тот, и другой, как верные супруги, будут жить в одном доме, в одной столице. И Бог будет Богом верным, верным завету, и праведным, Богом, который блюдет истину и правду. «Так говорит Господь сил. Вы, кто ныне слышит из уст пророков эти слова, которые были сказаны, когда закладывались основания дома Господа сил, пусть ваши руки будут сильными, чтобы храм был построен». Здесь пророк совершает очень важное служение, служение увещевания и утешения. Миссия пророка состоит в том, чтобы поддерживать моральный дух. Руки могут опуститься. Люди, которые занимаются строительством храма, могут потерять надежду и силы, но пророк их укрепляет. «До этого времени человеку за труд не платили, скот не кормили, никому из странствующих не было покоя от врагов, потому что я обратил всех людей друг против друга». Здесь описывается картина хаоса. И то, что мы могли назвать лихолетьем. Наступает момент запустения. Если народ не строит храм, если о храме забыли, то воцаряется социальный хаос. Человеку не платят зарплату, не платят за его труд. Никто не заботится даже о животных, скотину никто не кормит. Вот этот образ запустения и какой-то бесконечной деградации. И те, кто должен покинуть город по своей работе или по какой-то необходимости, он не может выйти, потому что там небезопасно. Там разбойники, там враги. Поэтому невозможно странствовать из города в город. И все это потому, что Бог обратил людей друг против друга. Воцарилась эта вражда, ненависть, злоба, хаос и смятение. Пока не отстраивается храм. Новое будущее, которое ожидает тех, кто вернется из вавилонского плена, те, кто остался в живых, оно будет совершенно другим. Это будет будущее, наполненное миром. Во время сеяния никто не будет воевать, семена будут спокойно прорастать, земля будет приносить свой урожай, и небо ей будет отвечать тем, что будет сочиться росой. Вы – дом Иуды и дом Израиля. Вы были проклятием среди народов. Но я спасу вас, и вы станете благословением. Не бойтесь, пусть ваши руки будут сильными. Опять пророк повторяет слова утешения. Укрепляйтесь, дерзайте. Пусть ваши руки будут сильными. Не опускайте рук. Да, ваше прошлое, оно было ужасным. Вы пережили катастрофу. Когда окружающие народы видели, что происходит с вами, как вас угоняют в рабство, как вы лишились всего, в том числе и надежды, то для них это был как знак проклятия. Вот именно это положение и называется проклятием. Но все изменится. И те же самые народы, которые будут взирать на то, как вы возвращаетесь в родную землю, в землю обетованную, как восстанавливается Иерусалим, такой мир и новый мир восстанавливается, для них это будет знаком благословения. Настолько, что это благословение станет желанным для них всех. Так говорит Господь сил. Я решил покарать вас и не миловать, когда ваши отцы вызывали мой гнев, говорит Господь сил. Но теперь я решил снова сотворить доброе Иерусалиму и Иудеи. Не бойтесь. Как литмотив повторяются эти слова «не бойтесь». Это главное служение пророков. И воскресший Христос, когда Он является Своим учеником, Он приветствует их словами мира и повторяет «не бойтесь, не нужно ничего бояться». Вот что следует вам сделать. Вот как нужно поступать. Говорите друг другу правду. Судите у городских ворот истинным судом, судом правды, тем, который приносит мир. Действительно, у городских ворот утром на восходе солнца собирались аристократии, старейшины, для того, чтобы решить важные юридические вопросы и важные политические вопросы. И это был суд. И в еврейском языке слово «суд» имеет очень важное значение, которое он утратил в нашем языке. Очень часто нам кажется, что суд — это такое судебное разбирательство, процесс, в результате которого кому-то будет вынесен обвинительный приговор, а кто-то будет оправдан. Но в еврейском языке это слово означает, прежде всего, враждующие стороны должны помириться, потому что все жители города — братья, родственники, члены единого народа, единого целого. Поэтому не должен быть вынесен обвинительный приговор. В идеале суд — это когда враждующие стороны примирятся. Вот этот образ примирения, то, что мы празднуем, как великое прощение, и есть образ последней праведности и справедливости, который желает Бог. Чтобы люди друг другу говорили правду, чтобы никто не лгал. «Не замышляйте в сердцах зла против своего ближнего и не давайте ложных клятв. Все это я ненавижу», — возвещает Господь. Итак, народ должен быть святым, потому что Бог свят. Люди не должны лгать друг другу, потому что это отвратительно в глазах Бога. «И было ко мне слово Господа сил. Так говорит Господь сил. Посты в четвертом, пятом, седьмом и десятом месяцах станут у дома Иуды веселыми и радостными торжествами и светлыми праздниками. Так что любите истину и мир». Итак, вспомним еще раз. Пост четвертый, пятый, седьмой и десятый месяц года. Десятый месяц — это месяц начала осады Иерусалима, когда Павелонская армия окружила город. Это начало осады. В четвертом месяце враги сумели пробить первую брешь в стене Иерусалима, и это означало, что город уже падет. В пятом месяце Иерусалим был окончательно разорен, и храм был разрушен. В седьмом месяце был убит Гадолия, который был назначен Новоходоносором, правителем Иудеи. И в знак воспоминания об этих событиях было четыре поста в времени траура и сокрушения. И здесь Господь обещает, что пост превратится в ликование и в радость. Это перекликается с тем, что говорит Господь Иисус в Евангелии. Он приглашает нас войти в пространство поста, как приглашают на свадебный пир, на какое-то торжество. Потому что то, что было траурным воспоминанием, потрясением, станет источником новой радости и нового ликования. И это и есть образ того, что мы в русском языке называем словом «прощение». В действительности это некое примирение, будет новый дар, будет новый завет. То, что было источником боли в прошлом, станет источником силы и радости в будущем. Так говорит Господь Сил. «Еще придут многие народы и жители многих городов. И жители одного города пойдут в другой и скажут, «Пойдемте скорее просить Господа о благорасположении и молиться Господу сил. Я сам уже иду туда». Здесь пророк говорит почти разговорным языком. Он приводит диалог жителей городов. Языческие народы будут как бы соревноваться друг с другом, кто первым и кто скорее откликнется на приглашение Бога войти в Иерусалим, войти в Завет. И Божий народ, тот незначительный остаток, который остался в живых после Вавилонского плена, умножится. Это будет великим народом за счет того, что в него вольются другие языческие народы и племена. Многочисленные народы и сильные племена придут в Иерусалим искать Господа сил и искать Его милости, Его благоволения, Его благорасположения, молиться Ему. Так говорит Господь сил. В те дни по десять человек из всех языков и народов схватят за край одежды одного иудея и скажут, «Позволь нам идти с тобой, ведь мы слышали, что с вами Бог». Опять же, почти разговорной речью пророк утешает жителей Иерусалима словами предсказания, что их ожидает в будущем. Десять человек – это символ многочисленной группы, как бы мы сегодня сказали, компактной группы, некой общности, но это достаточно многочисленная общность. На одного иудея набросятся десять человек для того, чтобы последовать вместе с ним. «Позволь и нам идти с тобой, потому что мы слышали, что с вами Бог». Эти слова затем исполнятся в Новом Завете, в книге «Откровение Иоанна Богослова». Будет образ Нового Иерусалима, где народ станет народом Божиим, это будет мой народ, а Бог, который будет царствовать в этом городе, Его имя с нами Бог, Эммануил. Все это исполнится в момент смерти и воскресения Иисуса Христа. На портале Экзекет.ру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.